МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсменов привычно радуют великолепные условия и радушный прием. Сами биатлонисты в ответ одну из тренировок сделали открытой, пригласив сотрудников СМИ. Журналисты своими глазами сумели убедиться, что втягивающая работа у сборников уже давно позади. Сейчас у шестерых атлетов национальной дружины под зорким присмотром тренерского дуэта в составе Андрея Падина и Рика Гросса идут тяжелые комплексные упражнения, длящиеся по несколько часов. Тренировки все время меняются, и к четвертому сбору работа становится все жестче. От этого настроение становится более, может быть, напряженным, и хочется какой-то соревновательной практики. В этом межсезонье Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин и Максим Цветков уже успели побывать в Белокурихе Алтайского края, немецком Рупульдинге и австрийском Абертилахе. Каждый сбор был тщательно продуман тренерским штабом, а место выбиралось исходя из задач, которые в определенный момент решала команда. Сейчас требованием наставников идеально отвечает Тюменская «Жемчужина Сибири». В межсезонье мы работаем строго по плану. Сейчас проводим сбор в «Жемчужине Сибири». Для нас очень важно для тренировок иметь трассы разного рельефа. На этом комплексе есть как равнина, так и хорошие крутые подъемы. И это единственный центр, где есть два стрельбища. Как признаются спортсмены, свои плюсы и минусы есть в сборах, как на родине, так и за рубежом. Но в Тюмень лучшие биатлонисты страны всегда приезжают с удовольствием. «Жемчужина Сибири» радует не только идеальными условиями для тренировок, но и является отличным местом для досуга. В России мне больше нравится выходные проводить, потому что здесь можно спокойно на речку пойти. Я вот спиннинг взял с собой, выходные ходил так, в воду морщить, так можно сказать. Тюменский сбор у мужской национальной команды продлится до 23 августа. Игроки мини-футбольного клуба «Тюмень» приняли эстафету товарищеских предсезонных поединков от хоккеистов «Рубина». Первый матч подопечный Игоря Путилова проводят в эти минуты в спорткомплексе «Центральный». Соперником черно-белых стала Сыктывкарская новая генерация. Подробности встречи вы узнаете из наших информационных выпусков завтра. И руководство клуба, и футзалисты всегда с уважением относятся к представителям средств массовой информации, а потому за день до товарника провели открытую тренировку, на которой журналисты могли понаблюдать, как пашут черно-белые перед стартом сезона, а после задать вопросы в формате интервью, где рассказали ожидания от грядущего матча и турнира на призы Тюменской области. Домашний турнир, на котором мы должны показать только свои лучшие качества, то, что мы умеем, и, конечно, ответственность, она всегда есть, неважно. И на турнире, и даже на любой тренировке ты должен быть ответственным, сконструирован и должен показать только свои лучшие качества. На грядущем турнире именно Александр Александров будет защищать ворота Тюменского клуба, поскольку голкиперу сборной Сербии Меодрагу Аксентьевичу по семейным обстоятельствам пришлось ненадолго вернуться на родину. Но 22-летний вратарь уже провел несколько игр в чемпионате Российской Суперлиги, а потому никакого мандража перед матчами не испытывает. Я думаю, нет, как бы, ничего страшного нету. Конечно, когда с Микки, то, как бы, чувствуешь себя. Как бы, чувствуешь, конечно, и поддержку, да, и, как бы, психологическое настроение. Но все равно, как бы, и играл уже, и без него, как бы, ничего страшного. Все нормально. Во время тренировок под руководством Игоря Путилова места для юмора нет, а потому весельчак Андрей Батырев, у которого желание подколоть хоть отбавляй, шутит, как только появляется возможность, даже во время записи интервью. Сейчас дисциплина на самом высшем уровне, то есть это очень, я думаю, их отлично и, как бы, для всех нас. Ну и, как бы, не до шуток уже уровень, как бы, Суперлиги надо показывать то, что ты умеешь. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»